подробности прямо сейчас печальные новости приходят из таиланда вот было очень неприятно узнать что там задержали группу b2 и мало того что задержали еще содержат очень не человеческих условиях на жаре в камере под открытым небом тоже у них не был нет средств связи им не предоставили перевод судебных документов чем очень неприятная история с музыкантами уже вот не первое не первое стоит отметить что до этого в январе в таиланде отменили концерт стендапера руслана белого и максима галкина которые выступают против войны россии в украине они являются иноагентами также как и солисты группы бедва они тоже в россии являются иноагентами и вот об этой тенденции а также о том что происходит в таиланде более подробно сейчас обсудим с одним из основателей форума свободной россии иваном тютриным который с нами сейчас на видеосвязи добрый вечер здравствуйте добрый вечер скажите ну действительно ли вот как предполагают некоторые журналисты вот эта ситуация которая сложилась в таиланде это ну реально ну скажем рука кремля и показательные такие вот методы по ну сведению счетов с несогласными с российскими властями деятелями культуры в этом нет никаких сомнений более того даже известно через кого это все реализуется дело что генконсул на россии в таиланде это он был инициатором это это был человек который обратился в полицию таиланда с заявлением о том что бедва участвовали в концерте не имея на то должного разрешения но я бы не сводил все это исключительно к таиланду потому что похожие вещи производят по периметру вот в странах но раньше называли третьего мира сейчас некорректно так конечно говорить недавно в индонезию вот не пустили максима галкина репер моргенштерн который также уехал из страны и вроде как занимает антивоенную позицию его не пустили в арабские эмираты то есть все эти страны где десятилетиями советская потом и российская власть имеет свою агентуру имеет свои контакты имеет свои сферы влияния вкладывала туда определенные средства коррумпировала местные элиты все эти страны конечно потенциально опасны для людей которые определяются путинской диктатурой как проблема для для них но при этом в этом есть система до представители группы той же бедва до сказали что но все разрешения были на концерт и все там документы были то есть получается что даже в обход этого да можно творить вот эти дела и тогда вопрос ну почему эти страны идут на это ну потому что страны где ни разу демократии где демократические институты не работают в полной мере они коррумпированы вот часто задается вопросом а в чем опасность допустим высокой коррупции вот вот мы наглядно видим пример что страна где правовые нормы не являются такими скажем так основополагающими железобетонными она имеет определенные уязвимые места вот вы сейчас обсуждали кейс госпожи жданок да так ну мы понимаем что сеть агентуры мы не можем конечно утверждать в контексте жданок это ваши следственные органы разберутся и суд но нет никаких сомнений и этому существует масса фактов что сеть агентов влияния кремля она существует по всему миру и естественно работа внутри евросоюза внутри америки она затруднена особенно затруднена после вот войны в украине и полномасштабного вторжения в украину два года назад однако вот страны остальные они в общем предоставляют достаточно большой большие возможности для агентурной работы для коррумпирования местных элит для покупки определенных определенных должностных лиц то есть так кгб работала десятилетиями повторюсь и в этом здесь нет никакой никакой новости единственное что что раньше такие меры такие меры кремль не шел то есть эти действия они явственно указывают что поставлена задача запугать всех тех кто ну лидеров общественного мнения музыкантов запугать лишить их возможности дохода кстати напомним что в розыск объявлен борис акунин писатель то есть это целая политика можно сказать она призвана продолжать запугивать местное население которые внутри страны она призвана показать что даже уехав за границу значит вы не находитесь в безопасности там у нас руки длинные и конечно мы пытаемся прилагать разные усилия сейчас я имею ввиду при стали российской оппозиции и обращаемся и пытаемся как-то международное сообщество и в определенные кабинеты написать западные я надеюсь что бидва конечно удастся избежать депортации в россию потому что боюсь что в этом случае там будут очень большие проблемы мы получим просто показательный такой процесс призванный все культурное сообщество российское максимально максимально запугать но я так понимаю что там у солистов есть и израильские и австралийские паспорта то есть в таком случае их не могут депортировать в россию или все равно могут это вопрос это это вопрос чья чё международное ведомство чьи дипломатические каналы будут скажем так эффективнее я точно не знаю то есть если у них второй паспорт дело в том что допустим гражданин британии владимир кармурза он получил 27 лет тюрьмы сейчас сидит на зоне в российской федерации хотя он имеет двойное гражданство британской в том числе я думаю что в случае с солистами бидва это политическое решение и здесь будет вторично я думаю что у них есть же какие-то российские паспорта там или белорусский я думаю что это зависит от того как я как я уже сказал чьи дипломатические усилия кассу окажутся более эффективными знаете мы еще вот до сих пор продолжаем наблюдать показательную расправу российских властей надо оппозиционными политиками надо свободными журналистами которые с одной стороны понятно в них видят угрозу какую угрозу группа бидва ли у рэпер маргенштерна несут для кремля ну с точки зрения кремля они могут даже быть более опасными потому что если оппозиционное сообщество она находится в неком таком пузыре ну да там политики про что-то говорят выступают за войны пойдет против войны поддержат украину то бидва маргенштерн там и галкин это люди все-таки имеющие большую аудиторию и здесь идет борьба за настроение то есть путинский режим заинтересован в том чтобы правоенные настроения за это настроение они были в общем доминирующими но когда внутри культурного сообщества критическая масса тех кто выступает против тогда это создает определенные проблемы поэтому это вот линия фронта которую они оценивают в полной мере и они вот таким образом пытаются лишить артистов возможности желания занимать активную антивоенную позицию а почему музыканты едут все-таки в такие страны вы сказали что известно что эти страны антидемократичные что там своя сеть агентов но я понимаю вы не представитель группы но все же но это на самом деле важный вопрос и я думаю что они едут потому что не понимали степень угрозы которые существуют во первых это прецедент да то есть это прецедент я думаю что в следующий раз музыканты будут очень хорошо думать прежде чем куда-то выезжать действительно они хотят ездить зарабатывать там есть достаточно большая российская российская диаспора вот поэтому я даже видел какие-то мои знакомые там из россии на этом концерте побывали по что многие с востока россии или там в таиланде отдыхают но еду зарабатывать деньги понятно они лишились возможности заработков в россии поэтому они ездят по странам где большие диаспоры русскоговорящий поэтому но сейчас первое что конечно можно сказать я думаю что все уже выучили турок тут в такие страны ехать категорически нельзя потому что это эти практики будут продолжаться нет никаких сомнений иван если на карте мира безопасны для российских оппозиционеров свободных журналистов российских деятелей культуры точки где рука кремля не сможет их достать или таковых уже мало если мы говорим о уголовных преследованиях то конечно это страны евросоюза это северная америка это сша канада страны где принимается конвенция вот этой документы 51 года которая принимает документы политических беженцев но самое главное конечно евросоюзе америка если мы говорим о возможность дотянуться в принципе то я думаю что здесь возможности практически безграничные весь опыт истории показывает что врагов режима устраняли самых разных странах ну это сценарий про который не хочется честно говоря говорить и вспоминать но это известные практики российских спецслужб есть группы которые занимаются физическим уничтожением врагов власти ну советской российской там неважно это одна система поэтому боюсь что полностью безопасных мест нету но есть безопасные больше или меньше степени иван огромное вам спасибо за то что согласились нами поговорить на эту тему иван тютрин один из основателей форума свободной россии был с нами на видеосвязи еще раз благодарим и всего доброго вам хорошего вечера всего доброго спасибо за приглашение спасибо вам да ну так его на тютрин прокомментировала эти инциденты которые происходят с российскими деятелями культуры важно подчеркнуть несогласными с войной россии в украине и признанными в россии иноагентами теперь у кого-то просто отменяют концерты но это было бы еще пол беды да просто отменить на самом деле вот сейчас находится давни человеческие и представители группа говорят что самим музыкантами нету связи они не могут выйти то есть но это прям какой-то издеватель да об этом сообщила журналисты ведущие телеканала дождь михаил козырев он сказал что музыкантов группы бедва содержит какой-то клетки на колесом поляющим солнцем нет тени и понятное дело прям нечеловеческие как судя по всему стендаперу руслану белому и комику максиму галкину просто повезло что их концерты отменили они вообще в принципе не попали на территорию таиланда где вот подобное как мы видим может произойти сегодня видела реакцию кстати на задержание группы бедва и в латвийском сегменте твиттера потому что группа бедва здесь ну желание гости всегда в нашей стране но да но люди конечно да там комментарии только поддержки все там кто кто где ждет концерт видимо расписан уже гастроли и люди говорят мы вас все равно ждем но конечно будем тоже ждать новостей несомненно хороших представителей группы от музыкантов что как-то все хорошо что никакой депортации не будет чтобы как-то все таки разрешился этот вопрос по-человечески